Кадров стало меньше, а работы больше. Виктор Зимин сегодня провел первое заседание с обновленным штатом правительства. Глава республики призвал подчиненных еще усерднее служить на благо Хакасии и, главное, стать максимально открытыми перед жителями. В качестве личного примера Виктор Зимин анонсировал на ближайшую пятницу прямую линию. Это диалог народа и власти наподобие президентского. Подробности далее. Сегодняшнее заседание правительства без преувеличения можно считать историческим событием. Глава республики практически полностью сформировал новый Кабмин. Речь идет не только о кадрах, но и о самой структуре. Например, исполнительная власть обзавелась Министерством юстиции и Госкомитетом по делам молодежи. Параллельно целый ряд ведомств либо упразднен, либо претерпел слияние с другими. Эти и комплекс других мер позволят нам в текущем году снизить расходы бюджета на 1 миллиард рублей. Очевидно, что сокращение штатной численности приведет к дополнительной нагрузке на органы исполнительной области. Потому что все те вопросы, которые есть, они не исключаются. В общем, задача нового Кабмина – как минимум не уронить планку. Хакасия сегодня считается самым молодым регионом в Сибири, в части населения. Что касается цен на продукты, у нас немало выигрышных позиций перед другими регионами, уверен Виктор Зимин. А еще в последнее время правительство прилагает немало усилий для развития промышленности. В конце концов, глава республики дал понять, что сокращение штата в первую очередь связано совсем не с экономией бюджета. Что же касается тезиса, что я лично не ведаю, что творится на местах, уверяю, большую часть из этого, что наболело, у граждан я знаю. Отсюда делать его, почему было принято решение обновить правительство. После отставки прежнего Кабмина заметно изменились подходы в работе с населением. И у самого Виктора Зимина ставка сделана на максимальную открытость. В ближайшую пятницу состоится прямая линия с народом, наподобие той, что проводит президент. Глава Хакасии призвал и новых подчиненных стать ближе к людям, при этом постоянно блистать самоотверженностью и креативом. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.